Все, быстренько, чтобы сыр передали, потому что я Наташа обещала, забыла. Добрый день, так, о, Сивоха присоединился, здрасте, Сережа. Значит, ребята, мы, я летим в Москву, ой, почему в Москву? Проговорилась, оговорочка по Фрейду. Мы летим в Одессу и летим на славном самолете Мотор Сич. Значит, что это такое? Это такая маленькая жестяная такая фигнюшечка с мотором, с такими пропеллерами, и в котором сидения прикручены отверткой и просто гвоздями. Я когда первый раз была в таком самолете, я была в шоке, мне казалось, что это все ненадежно, что это все развалится. Но, изучив вопрос, как всегда я ко всему подхожу очень, во-первых, скептически, а во-вторых, докапываясь до сути, я узнала, что еще ни разу самолеты, Мотор Сич за всю историю существования, сколько они летают, лет 50? Они летают 50 лет, гражданская авиация, наверное, лет 40, да? Не, наверное, 50. Короче, не было ни одного падения, потому что этот самолет, он планирует, понимаете? То есть, планирует не так, что все планирует на день свою деятельность, а когда он летит в небе, он, короче, в воздушном потоке, и ни разу еще он в гражданской авиации не разбивался. Так что, несмотря на то, что все будет прикручено гвоздями, а шторки как в поезде, и шторки как в поезде, но зато сердобольная стюардесса может тихонечко из-под полы налить ужгородского коньячку, но это на рейсе в Ужгород или во Львов, а тут не знаю, может это... Домашнее вино? Домашнее вино, одесское. Так, вот такие вот дела. Шо вы там? Так, вчера было огонь выступления, ребята, это было очень круто. У всех просто была буква З, зависть. Зависть у звезд, и буква В, восторг у зрителей. Особенно наши с Катей шуточки, потому что мы, конечно, если они все это оставят в телеверсии, то вы сильно поражете. Вот честно вам скажу, после песни хлопали, но как хлопали после того, как мы разговаривали, то так не хлопали, ну то есть людей это больше завело, чем пение. Прикиньте, это, конечно, очень круто. Поехали, показываю вам. Вот такой самолет. Ой, спасибо вам большое. Ой, у вас ручка упала. Смотрите. Вот видите, надо мной несут зонтик. Чуть-чуть-чуть вот сюда. Да-да-да, ниже-ниже. О, видите, вот такая лесенка, как будто к бабушке на горыща. Спасибо огромное. Спасибо. До свидания. Спасибо. Здравствуйте. Класс. Вот такой самолет, видите? Я вам говорила, что будет прикручено, видите, какие ножички, прикручены хвоздиками. А где мы сидим? Нет, мы же в партнере. А где мы сидим? В десятых, в десятых. Нет, подожди, иди. Мы сядем, рядом в десятых. Ну вот тут сядем и все. Отлично. Мы рядом сидим у вас. Но мы сидим вместе. Как тогда мы можем сидеть в разделе? Мы сидим вместе. У вас человеку фамилия? Да. У вас в десятых тебя, это парень. Ага. Молодой человек. Что это называется? Да, на руке. Ты на руке. А, тут. Э, б, с, д. Слева направо. Видите? Короче, ребята, поняли? Тут нет ни бизнес-класса, ничего. Но это очень круто. Потому что... Потому что, когда бизнес-класс есть, его приходится покупать. Потому что, ну, ты же не будешь, типа, звезда, ехать в экономе. Вот. А это дорого. А когда бизнес-класса нету, получается, а шо, шо, я бы купила бизнес-класс, но нету. Вот. И нужно недорого, дешевенько куда-нибудь прилететь и, короче, не уронить свое звездное лицо. Очень дешевенько. Если этот билет в Одессу покупать за месяц, это будет чуть-чуть дороже, чуть-чуть дороже поезда. Вот так. Туда-обратно, да? Да. Класс. Поняли? Лайф-хаки. И вообще, авиация в Украине, вы знаете, что развиваются? Уже, уже, уже... Это я совсем была там. Короче, везде есть и скоро можно будет везде летать. Это очень круто. Если бы они еще между собой летали, без Киева, это было бы вообще круто. Будут, будут. Будут, да. Харьков будет. Лучше бы из Харькова можно было улететь в Одессу. Какой-то будет, да. Это было бы прекрасно. А тут знаете, как я летаю? Лечу в Киев. Потом пересаживаюсь на самолет и лечу в город. Потому что я буду все плохо себя чувствовать на следующий день. Поэтому, когда вот это вот кричат, что там один из кандидатов наркоман, он такой же наркоман, как я. Он работает, как лошадь. Если бы он... Они даже не пьют. То есть мы даже на гастролях, даже вот столько, даже пива. Мы ничего не пьем, потому что сил работать не будет. Поэтому единственный способ в этой профессии выжить, это быть совершенно все время трезвым. Поэтому вот эти все инсинуации, которые сейчас нам задвигают и одно из кандидатов поливают грязью, это просто грязные технологии. Потому что вы же знаете, что я, во-первых, знаю близко людей. И, ну, это невозможно. В этой профессии это невозможно. Потому что... Вот знаете, что Бритни Спирс опять в психушке? Опять, да. А что вы думаете, она в психушке? Потому что она употребляет, и поэтому нервы это не выдерживает. Оля, привет со Львова. Купи травку, не бухай. Я и не бухаю. Я не бухаю и травку не пую. Я вообще ненавижу. Это вообще не мой наркотик, это трава. Фу, это вялое такое состояние, когда ты себя не контролируешь. Мне не нравится. Я не знаю, я слышу, я слышу, я слышу, 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 вот так вот можно идти. Субтитры сделал DimaTorzok Прикручено. Не видно тут. Короче, не видно, но оно прикручено, просто болта. Вот такие дела. Ну что, мы будем взлетать. Тут же вас любят, целуем. Значит, запомните, завтра Николай, послезавтра Херсон, послезавтра Одесса. Два концерта. Как я выживу, я не знаю. А вы говорите, наркотики. В чем вы говорите? Откинула бы копыта сразу. Откинула бы спортивное питание. Да, кстати, птичка. Я вообще, сейчас я на спортивном, на спортивных препаратах. Это те, которые дают энергию, те, которые потом восстанавливают аминокислоты. Но хочу впоследствии вообще сесть на олимпийскую программу всякими небольшими топингами, потому что, ну, я имею в виду фармакология правильная, чтобы поддерживать себя, чтобы нужно было работать немного и чувствовать много энергии. Потому что, если честно, я очень тяжело ровно все сейчас переношу и очень устала. Я хочу тебя. Да ты что? Прямо вот так? Я тоже себя хочу, да? Позвольте. Ну, так вот, не жаль, мне пишут, я бы вдул. Вы же знаете, что самое мое желанное, желанное, желанный комент под моими видео, это я бы вдул. Смотрите, едем, бачите? Как красиво, как мы везде. У нас дождик. Очень надеюсь, Одесса, что вы встретите нас с хорошей погодой. Все, будем слетать. Вообще-то, тут же не... Тут есть электроника в этом самолете? Да, конечно, есть. Или он просто на моторе летит. Дорогие, мы вас целуем, любим, пока. Так, все, куда едешь? В Одессу. Спасибо. Успехов. В Житомир. В Житомир сам может приехать. В Житомир может приехать в Киев, действительно. Так. Раздельные были, да. Раздельные привет. Нет, не прощайтесь. Ну, что ж не прощаться? Надо, пора, ребята. Ты это читал? Ну, как дурки. Ребята, ну не пишите эту фигню. Я же пошутила. Тут же приличная сообщесть. Надо думать о трошке головой. Все. Люблю вас. Целую. Бай-бай.